Привет! На прошлой неделе я вам рассказывал, что Юмидиджи представили свои новые продукты G1 Max и S1 Max, которые являются бюджетным выбором смартфонов до 100 долларов. Кстати, их начали продавать по самой низкой цене уже сегодня. Еще я узнал, что их команда работает над новым членом своего семейства 5G, A13 Pro Max 5G. И существует высокая вероятность того, что он будет продаваться вместе с G1 Max и S1 Max. Но это не точно. Некоторые ключевые спецификации новинки просочились, и давайте посмотрим на них. Там есть много интересного. Технические характеристики очень достойные для этого сегмента. Процессор Mediatek Diamond City 900, 12 ГБ ОЗУ, видеоядро Mali-G68MS4 с поддержкой 5G сетей, выдает полмиллиона баллов и демонстрирует плавный геймплей даже в требовательных играх, типа Fortnite и мощнее. Энергоэффективный чипсет заставит забыть о частых походах к розеткам. Ведь батарея в 5150 мАч нетрудно получить с 10-12 часов активного экранного времени. Другое дело, что мощность быстрой зарядки составляет лишь скромные 18 Вт, поэтому подзарядить аккумулятор рекомендуется в течение всей ночи. При этом разработчики не сэкономили на размере внутренней память, которая достигла аж 256 ГБ с возможностью расширения microSD карточками. Корпус, мое почтение, он из металла и стекла и выглядит дорого за счет самих материалов и продуманного блока из трех фотомодулей, а также бокового дактилоскопического датчика и узких рамок. Дисплей 6,8 дюйма IPS старается понравиться покупателю не уровнем яркости, который уступает AMOLED панелям, а четкости картинки при разрешении Full HD+, и ее плавностью при 90 Гц частоте обновления. При этом длительное обращение с IPS-экраном не вызывает дискомфорта глаз. Разрешение у дисплея 1080 на 2460 пикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп, а сзади три тыловые камеры 64 Мп, 5 и 5 Мп без оптической стабилизации. Зачем тут такие серьезные макрокамеры и датчик глубины? Вопрос интересный. Наверное, для красоты. Сенсор основной камеры Sony IMX686 до сих пор используется Xiaomi и Asus в смартфонах добротного среднего класса. Таким образом, поклонники качественной фотографии смогут надеяться на хорошие фото только днем. Вечерние кадры зачастую смазаны или изобилуют шумами. Но для этого сегмента это нормально. Стереозвука нет, что неприятно удивляет. Единственный динамик не дает необходимого эффекта покружения в игры и видеоконтент, да и громкости ему немножечко недостает. В общем, с компанией UMI DJI я знаком давно. У меня было пару смартфонов на обзоре и спустя два года они работают и все с ними нормально. Свои деньги точно, я думаю, этот смартфон будет стоить. И пусть девайс не лишен недочетов, сочетание разумного ценника и перечисленных конкурентных преимуществ делает его кандидатом на звание коммерческого успешного хита. Вы что скажете? Ссылки на предыдущие смартфоны до 100 долларов и на этот, про который я рассказывал только что, я оставил в описании. Переходите по ссылкам в описании ниже и смотрите, вдруг они вам понравятся. А я, если будет возможность, постараюсь взять его на обзор, чтобы протестировать уже самому. Пишите свое мнение насчет этого смартфона в комментариях и других смартфонов тоже. И всего вам хорошего, увидимся!